МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортсмены гоняют на багги – специальных укрепленных мощных машинах, которые, как правило, собираются вручную. Заезды проходят по бездорожью и зимой, и летом на кольцевой трассе. Летний сезон гонок на выживание официально стартовал. В шестой гонке за сезон будут соревноваться традиционные молодые люди и даже девушки. Всего 10 участников выйдут на старт. Кстати, гонка будет напряженной, потому что среди участников дебютантов нет. Все – опытные товарищи. Первая гонка теплого сезона прошла 15 мая. С погодой спортсменам повезло. Обещанного синоптиками дождя в этот день не случилось. А вот техника нескольких участников подвела. Многие болели за семью Соколовых из Домодедова. Уже несколько лет Сергей, Юлия и их сын стабильно занимают места на пьедестале. О Данииле Соколове мы подробно рассказывали в прошлом выпуске. Молодой человек по итогам зимы 2022-го стал лучшим водителем гонок на выживание. А еще он настоящий фанат автоспорта. Любит не только погонять, но и вручную собрать и отремонтировать машину для всех членов семьи. Однако в этом этапе Даниил не принимал участия. Автомобиль его отца Сергея Соколова остановился еще в начале гонки. А машина Юлии давала сбой несколько раз подряд, лишив единственную даму возможности полноценно побороться за кубок. Еще один участник не смог даже выйти на старт из-за проблем с техникой. Среди побитых в заездах машин выделялся ярко-зеленый новый болид Андрея Березкина из Москвы. Надо вкатиться, потому что машина новая. И как на гитаре, если пару недель не жила гитарь, надо все равно потренироваться, так и здесь. Сейчас будет такая гонка, больше тренировка, может быть, всплывают какие-то мелочи, потому что вот вчера в три часа ночи закончили это собирать. В прошлом сезоне Андрей Березкин вернулся в гонки на выживание после 15-летнего перерыва. Тогда забрать кубок не вышло. Но на этот раз мастерство и серьезная работа над автомобилем принесли свои плоды. Водитель круг за кругом показывал хороший результат и в финальном заезде вырвал победу у Антона Рыжикова, столкнувшись с ним на опасном повороте. До финала доходят не все участники. Гонка начинается с трех заездов по шесть кругов. В первых трех заездах вовсе не важно приехать с первыми. Важно держаться в пятерке лидеров, чтобы сберечь машину и показать всю ее мощь в финале. По результатам первых трех заездов судьи выбрали финалистов. Но перед итоговыми кругами еще один этап – утешительный. В нем участвуют те, кто по результатам отборочных заездов набрал недостаточное количество баллов. Победителю этого заезда тоже дают возможность побороться за пьедестал. Затем самое яркое событие – финал. И здесь гонки на выживание превращаются в гонки на выбывание. Каждые два круга один участник покидает гонку. В итоговом заезде остаются двое – самые быстрые и хитрые водители на самых мощных авто. Интрига держится до последних минут. Несмотря на то, что гонки глятся несколько часов, почти 500 зрителей, не отрывая глаз, наблюдали за каждым заездом. Какие эмоции получаете, когда смотрите гонки? Прежде всего атмосфера, наверное. Атмосфера какого-то праздника отчасти. Да и детям очень интересно. Они прямо с радостью сюда бегут, чтобы посмотреть на гонки в первую очередь, на ревущие машины. Это для них очень интересно. А детям сколько? Три годика старшему. Три годика и уже с удовольствием? С удовольствием, да. Мы первый раз были здесь зимой. Нам прямо очень сильно понравилось. Конечно, прохладно было, но тем не менее, мы вернулись еще раз. Организаторы гонки рассказывают, летний этап водителям дается сложнее. Нет скольжения на трассе, а значит, очень многое зависит от мощности машины. Если первые четыре этапа проходили по льду, то сегодня у нас полный зацеп, грязь, укатанная такая жесткая грунтовая трасса. Совсем другие скорости, но и пилоты не стояли на месте за эти два месяца. Это кто-то, я смотрю, уже мотор от иномарки, там литра под два поставил. Кто-то новый кузов легкий сварил. То есть у кого-то теперь есть зимняя машина тяжелая и легкая летняя. То есть это другая дисциплина, по сути, летней гонки. Летние гонки, они не такие массовые, как зимние, потому что здесь борьба моторов все-таки идет. И не каждому по карману мощный мотор собрать. Ну, есть, конечно, кто приезжает просто ради удовольствия. Кстати, даже в сухие дни летних гонок трассу обязательно увлажняют. Перед каждым заездом по грунтовой дороге несколько раз проезжает поливальная машина. Таким образом удается избежать появления пыльной бури на трассе. И зрителям удобнее смотреть, и водителям не приходится дышать пылью. В начале программы мы уже рассказывали о победителе гонки Андрея Березкини. Однако, настоящим триумфом гонка закончилась и для единственного участника из Видного. Дмитрий Черкасов занял третье место и впервые за несколько лет участия в состязаниях поднялся на пьедестал. Гонять он начал два года назад. Стабильно показывал хороший результат, но не дотягивал до призовых мест. На этот раз даже поломка машины не помешала Дмитрию, наконец, забрать кубок. У меня отвалилось на первом круге колесо, и пришлось четыре круга доезжать без колеса, без права заднего. Но это такая наполненная эмоциями гонка. Я могу сказать, что это самое эмоциональное, что было здесь за два года, что я участвовал. Не выбыть из гонки и завоевать бронзу Дмитрию помог соперник Андрей Ельцин. Именно он дал спортсмену запасное колесо. Как признаются сами гонщики, они уже не конкуренты, а близкие друзья и единомышленники. Подтолкнуть на трассе или помочь с запчастью другому участнику – дело обычное. Даже машины зачастую передают и перепродают друг другу, восстанавливают и прокачивают вместе в гаражах. Это абсолютно новая для меня машина. Это машина Сергея Клименкова, такой легендарный гонщик для гонок на выживание. В десяток сезонов он отъездил на ней, но по личным обстоятельствам ему пришлось покинуть наши гонки. Хотя есть у меня информация, что, возможно, он вернется через годик. Но пока езжу я на ней. Так что, естественно, под себя я ее настроил. Есть механики, есть люди, которые помогают. В этих вопросах пришлось немножко под себя ее перестроить. Но в целом машина боевая, и она дала результат. Хотя зимний сезон он сложился для меня не очень удачно, выше седьмого-восьмого места я не смог подняться на первых четырех этапах. А вот с первого этапа он принес призовое место, кубок. Видновщанин Дмитрий Черкасов – яркий пример того, что впустить в свою жизнь новое увлечение можно всегда, вне зависимости от возраста и должности. В Ленинском городском округе он давно известен как руководитель антинаркотической комиссии администрации и заместитель начальника управления по территориальной безопасности ГОИЧС. Автоспорт всегда любил, но долгое время был лишь зрителем. Очень много людей хотят участвовать, но, по правильному говоря, из пяти желающих, ну, как правило, один-два только дорастают до того, чтобы принять участие. И один из десяти, кто остается, вот прям заболевает. И мы не так давно с ними обсуждали, как в детстве, там, в юности мы представляли, как мы едем там на машинах. У меня всегда были такие вот мысли, как бы хорошо поучаствовать, просто прокатиться по трассе, почувствовать себя пилотом. И просто вот в определенный момент наши знакомые, мои знакомые предложили просто поучаствовать. Но так как я проехал просто несколько кругов и настолько загорелся, я подумал, что нет, на этом я не остановлюсь. И первые, вот я помню эти этапы, первые, наверное, два или три этапа, ну, первые два этапа, я ехал последний, потому что машина была самая слабая, у меня навыков абсолютно никаких не было. Но вот постепенно, с каждым месяцем, с каждой тренировкой я вот что-то новое узнавал. Опять же, узнавал не у меня, а просто вот ходил по ребятам, по коллегам, по гонщикам, спрашивал, как пойти этот поворот, как здесь, где на тормоз нажать, как траекторию выбрать. Ну, какие-то такие вот дилетантские вопросы. Ну, вот, дали дорос, что имеемся. Зрелищности и адреналина в соревнования добавили спецэффекты. Каждый этап на этот раз сопровождался мощным взрывом. А еще гонка, наверное, была бы не такой драйвовой без молодых и дерзких участников. Серебряный призер шестого этапа Антон Рыжиков – самый юный из участников. В следующем выпуске мы обязательно познакомим вас с ним поближе. Не за горами новый, седьмой этап гонки. Зрителей приглашают зарядиться адреналином уже 13 июня. Начало – ровно в полдень. Рассказывать о том, насколько это захватывающее зрелище, можно бесконечно. Поэтому советуем хоть раз увидеть гонки на выживание своими глазами. Кстати, вход свободный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова